Улица Алябьева, 23 в микрорайоне Переборы. Этот дом в списке объектов значился первым. Члены инспекции во главе с губернатором области Сергеем Ястребовым оценили ход ремонта кровли пятиэтажки. Как оказалось, работы здесь выполняются с нарушением строительных норм и правил. Этот дом – это отрицательный пример. Этот дом был расторгован и заключен договор на проведение капитального ремонта в прошлом году, ровно год назад. На сегодняшний момент работы не закончены. Работы были сделаны, но некачественно. Региональный фонд заставил подрядную организацию полностью переделать. Заново здесь надо снимать ковер, который они постелили, заново делать стяжку и заново перестелать все. За халатное отношение к работам на подрядчика уже наложен штраф в размере 200 тысяч рублей. Руки бы оторвать тому, кто это делал. Более того, что с учетом последних погодных условий, слава богу, что эта крыша ничего не улетела и ни по мне никаких травм не шло. Не произвел впечатление на губернатора и другой Рыбинский дом по адресу Кирова, 32. Здесь капремонт плоской крыши уже идет больше года. Сегодня работы продолжаются, но крайне медленно. А к этой пятиэтажке на улице Свободы претензий со стороны губернатора не было. В этом доме ремонт кровли подходит к концу. По планам он завершится к концу октября. В ходе инспекционной поездки по Рыбинску губернатор напомнил, что контролировать ремонт в домах должны не только чиновники, но и сами жители. Жители должны относиться к этому очень заинтересованы. Не только жители верхнего травя, а в целом дом понимают, что это их имущество. И в конце концов деньги вкладываются в их будущее. В их, если хотите, спокойную, долгую жизнь в этом доме. В целом, ход ремонта крыш в домах Рыбинска губернатор оценил на удовлетворительном. И добавил, в этом направлении и региональному фонду, и руководству города есть над чем работать.